Уважаемые товарищи, подошли мы к четвёртому вопросу. Проблема о рабочине профсоюзов. Так, стоит четвёртый вопрос. Докладчик. А? О рабочине я. Докладчиком выступаю я, Калют Валентин, электромонтёр, Саровская генерирующая компания, председатель Объединённого комитета профсоюзов и, в частности, председатель профсоюза защиты ВАО Саровской генерирующей компании. Вопрос звучит о проблеме, да? И хотелось бы с самого начала попытаться раскрыть эту проблему. В чём же, на самом деле, проблема о рабочине профсоюзов. Как показывает практика, вот сегодня уже было не раз сказано о существовании отраслевых профсоюзов, и наверняка люди, работающие на крупных предприятиях, не видят этим профсоюзам никакой альтернативы. Но, как говорил Владимир Ильич Ленин, что в жёлтых профсоюзах надо вести работу. Вот именно момент о рабочине профсоюзов и, как бы, цепляет тем, что в профсоюзы надо привлекать на руководящие посты этих организаций, именно рабочих. Чтобы рабочие были в этих организациях в большинстве, чтобы они знали и уже, вот, как мы видим, не задавали таких вопросов, а зачем нам это, чтобы они понимали своё классовое существование, чтобы они понимали те вопросы и те задачи, которые, значит, им ставят и общество в целом, и непосредственно их коренные интересы, каким задачам отвечают и толкают на решение этих задач, да, уже, когда они представляют профсоюзом тот или иной коллектив. Вот, недаром, значит, политика о рабочине проводилась коммунистической патией с целью упрочнения диктатуры пролетариата. Чем это можно объяснить, ещё раз повторюсь, что именно тогда, пока те люди не поймут, что это их дело, и вот, в частности, мы рабочие, нам ни от кого спасения не ждать. Я уже, может, кто-то читал небольшую статейку, писал по этому поводу, что сейчас в сознании рабочего класса все сидят и ждут спасителя. Вот какой-нибудь хороший дядя. Все, но только не ты сам. А придёт то время, когда будут вынуждены люди, да, даже они, может, на сегодняшний день не осознают того, что им придётся встать, извините меня, поднять с пятой точки себя и отстаивать свои интересы. Но это время придёт, как показывает практика, оно приходит и идёт этот момент, значит, волнами, стихийно, когда-то на пике, когда-то моменты падения. Вот, значит, пример даже можно провести, который я уже не раз приводил здесь, по опыту нашей организации, да. Значит, в первой половине, то есть в первом десятилетии 2000-х наше предприятие столкнулось с такой ситуацией, то есть жили до этого вполне хорошо, как нам всем казалось. Но пришёл момент, кризис это не кризис, сейчас уже не стоит разбираться, пришёл момент, когда зарплату перестали индексировать. Тут самолюбие людей было задето, конечно, да. И как ещё было добиваться своих прав? Мы ни слова не знали о профсоюзах. Ну, знали, конечно, что у нас тоже был ФНПРовский профсоюз, чем они, как правило, занимаются. Представляют на всяких родах комиссиях работы дателя, потому что они от руководства, по отрасли и потихонечку по всем предприятиям представлены. Большинство в тех профсоюзах, как правило, представителей ИТР, инженеры, заместителей, начальства. Ну, надо понимать, ни один начальник чаяния рабочего не воспроизведёт в жизни. Это надо понимать чётко, если ты стоишь на позиции рабочего класса. Но не будем говорить о том, что есть, конечно, и среди интеллигенции те люди, которые стоят на позициях рабочего класса, но они могут только лишь помочь и направлять. Я сейчас говорю не о нашем российском комитете рабочих, где нам очень сильно помогают представители интеллигенции. Я говорю сейчас о непосредственно, что делается, значит, на производстве. И практика показывает так, что вот именно те люди, они все руководящие посты в профсоюзных организациях начинают занимать. Соответственно, тем самым оттесняя рабочих вообще от руководящих каких-то должностей. Будь то профсоюзных или другие какие-нибудь комиссии собираются, инициативные группы там. Но сейчас мы говорим конкретно о профсоюзных организациях. Почему сейчас, на мой взгляд, эта проблема поднимается? То, что если зайти и посмотреть как бы в историю еще более глубже, да? В какой момент это момент, наверное, годы застоя, когда, казалось бы, было все благополучно, и люди воспринимали. Ну, какие проблемы? Заработная плата была примерно равная. Социальное обеспечение было примерно равное. Образование бесплатное, а медицина бесплатная. То есть, не было, ну, если была какая-то разрозненность, но минимальная. То есть, и руководитель, и его подчиненный, и ИТР, и рабочие как-то были более близки до контрреволюции, да? С этим, наверное, сложно не согласиться, потому что все социальное было обеспечено государством. И в этот момент того обеспечения, когда это обеспечение регулировалось предприятиями, ПНПРовские профсоюзы, они после контрреволюции заняли эти теплые места и начали заниматься путевочками, решением жилищных вопросов. Где-то там профилактория, санатории. Человеку простому оставалось только, как бы, быть ведомым, да? Он к этому не смог даже подойти. А не смог подойти из-за чего? Потому что не было той организованности. Потому что он не был привлечен к общественной работе. С него что надо было? Вот он пришел на рабочее место и вот выполняет свои трудовые функции постоянно. У человека, который занимает должность, извините, у него нет ни станка, ни оборудования, и по цехам ему времени надо меньше ходить. Он пришел в теплый кабинет, у него стол, принынешний компьютер, журнал. У него гораздо больше было свободного времени именно в рабочее время уделять для этой работы. Соответственно, в чем, значит, проблема? Выделяя, как бы, эти социальные моменты, о которых я уже сказал, да, коренных интересов рабочего класса ни один руководитель или представитель руководителя не представлял. И поэтому как-то вообще и от управления организацией, и в целом от всей общественной работы рабочие были оттеснены. Вот у нас на предприятии, значит, стихийно вот все это произошло, я отвлекся, да, не индексировали заработную плату. Ну, и мы, когда почувствовали, что с нами, значит, поступают не совсем порядочно, что нас обманывают, решили как-то тоже добиваться справедливости. Ну, думаем, что, как вот Андрей сказал, ничего проще нет. У нас больше трех-пяти-десяти человек было, да, ну, собрались. Получилось, как назвал даже мой предшественник по профсоюзу Владимир Степанович, бунт. Нас объявили гаврошами, под нами нет никакой юридической силы, мы не имеем права представлять коллектив. Он говорит, ребят, вы что сейчас сделаете, вы никак не защищены. Вас в любое время сейчас, извините, под зад коленом. И все, бутыльщиков убрали с предприятия и начали дальше работать. Ну, тут мы задумались, что мы делаем не так. Вроде требования все сформулировали. А он говорит, так дела-то не делаются, надо объединяться в какую-то организацию. Хватит у вас сил создать новую организацию, создавайте новую. Но мы этого не стали делать, мы пустили как бы новую кровь в ту организацию, которая уже была альтернативной ФНПРовскому профсоюзу. Когда мы более-менее набрали численность и уже свои требования несли представителям работодателя, у нас спросили, а кто вы такие? А мы ответили уже как бы вполне закономерно, то что мы представители коллектива. Да, а на каком основании? А вот на основании профсоюза. А что это за профсоюз? То есть работодатель стал включать дурачка, хотя знал, что был этот профсоюз, но его численность просто в один прекрасный момент резко возросла, да? Люди пошли за своим, ну, за зарплатой. За своим единственным, наверное, на тот момент требованием, как они думали. Вот, но профсоюз это решение вопросов не только заработной плате. Как сегодня мы рассматривали массу вопросов, и ключевым моментом в рассмотрении всех этих вопросов было что? Коллективные действия и организации в профсоюзной организации. Создание или усиление, или орабочение, орабочение, извиняюсь, этих профсоюзных организаций. Не просто так было, значит, это слово нами применено в данном вопросе. Что это значит? Вот многие как-то удивляются, да? А что это значит? А именно привлечение рабочих. Именно тех, кому присущи интересы рабочих. Кто болеет за интерес рабочих. Кто не хочет быть ущемленным. Кто хочет четко знать и бороться за свои права. Вот именно такая организация будет успешной. И у такой организации, как показывает практика, многое получается. Но до тех пор, как Владимир Михайлович сказал, пока она борется. Не терпит даже сильная организация никаких промедлений. Это опять же горький опыт нашей организации. Дошли мы до определенного предела. Набрали численности, вроде выдвинули требования. И митинг провели. И как-то начали, значит, заключили коллективный договор. И как-то начали следить за его соблюдением. Но работа эта показалась некоторым рутинная. Это раз. Во-вторых, то, что добиться, ну там, застолбить какие-то моменты в коллективном договоре, это еще полдела, ну записали, вот мы сегодня говорим, вносим, вносим. Ну, внесли мы все положения, которые хотели в коллективный договор. А работодатель, чего вы думаете? Все, вот вы внесли, и он сразу их стал выполнять. Да шиш. За этим надо наблюдать, за этим надо следить. А эта работа, как показала практика, одна из тяжелых. То есть, заключили колдоговор, успокоились, думали, все, сейчас работодатель, все, выполнили. Нет. К этому надо его принуждать. Об этом надо постоянно говорить. И самое главное, чтобы об этом, о своих чаяниях знал коллектив. А у нас получилось как, актив был, ну не скажу подкуплен, да, но такой момент, когда уже, сейчас подберу слова, значит, члены актива изменили свой статус. Они из рабочих, кто-то перешел в инженеры, кто-то в мастера. И получился актив профсоюза «Предел». Соответственно, их места особо-то и занимать никто не изъявил желания. Из-за того, что все думали, ну у нас есть профсоюз, сейчас у нас профсоюз все решит. Ребята, мы тут вот подождем, а вы только нас приходите, информируйте. И тогда я понял, опять же, не без РКР, такую истину, что профсоюз-то это не та куча людей, которая представляет твой интерес. А это ты, 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 мы все профсоюз. И когда все как один начнут понимать эти чаяния, только тогда мы добьемся успеха. На сегодняшний момент мы как бы вот дошли к какой-то пиковой точке. И вот опять же процесс стагнации проходит. Но это явление объясняю как бы тем, что на сегодняшний момент наши работники еще не до конца осознали, а некоторые даже и не хотят осознавать, потому что, ну как вот товарищ сегодня уже заметил, да, кто-то с дисциплиной не дружит, кто-то может навести контакт с работодателями или с его представителями, да. Ну у каждого свои интересы. Но для того, чтобы бороться за коренные интересы рабочего класса и представлять именно свои чаяния, нужен хороший сплоченный коллектив. Сегодня делаются любые попытки и администрации, и правительствам, чтобы таких коллективов у нас не было. Вы посмотрите, как разрушается полностью промышленность. Как большие заводы превращаются в сотни оошек. Как большие холдинги дробят на мелкие предприятия. Это делается все для чего? Чтобы даже в высвободившееся время, когда мы внедрили новое оборудование, да, и у нас осталось это время, чтобы мы не могли этим заниматься. И поэтому мы едем, как бы уже тратим свое личное время, едем на РКР и обсуждаем на таких площадках эти вопросы. Мы учимся организовываться. И вот этот вопрос поставлен именно для того, чтобы создавались такие организации, чтобы в этих организациях, как и здесь на РКР, рабочий чувствовал себя хозяином и нес, как бы, свое знамя впереди, и каждый из нас знал то, за что он борется. Потому что, когда приходишь в коллектив, вот, значит, мы начали заниматься коллективным договором, все прекрасно, значит, разъяснили, что это конституция твоего предприятия. Вот что туда, если бороться за это, можно внести все, что угодно, любые требования. Но только давайте этим заниматься. Ну да, давайте, занимайтесь. Одно собрание провели, второе, третье. И дошло до того, что если вначале мы подписи поддержки и доверенности собирали, ну, без всяких затруднений происходило этот момент, то уже потом, значит, профсоюз там какую-то неудачу потерпел, да, допустим, не довели, вот мы коллективные действия тоже не удалось нам произвести забастовку, хотя были к тому тенденции, ну, не удалось. Не удалось, опять же, из-за того, что коллектив не был готов. А люди, которые этого хотели, ну, маленечко, может, переоценили эту ситуацию. То есть сначала надо было подготовиться, чтобы нанести удар. Ну, подошли совсем к этому неподготовленному, получили сами по ушам. И психология как сработала? Ну, получили по ушам, и те, у кого, уже кто пожалел свои уши, он их шапочкой выкрыл и в стороночку отошел. Но, объясняю опять, ребят, сейчас эта волна отхлынула. Но она обратно придет, и нам обратно, чтобы проходить этот путь все снизу доверху, обратно все эти моменты нам надо будет переживать. Я говорю, для чего от этого, от всего отталкиваться? Когда легче нам рабочую обстановку нести в себе. Пусть она не будет такой активной. Пусть немного позиции будут не конкретные, а оказывается, профсоюзу, что только одна заработная плата. А сегодня мы поняли, что не одна заработная плата. А что условия труда и сохранение рабочего места, сохранение рабочего места гораздо важнее вопрос. Когда вот на сегодняшний день, когда негде работать, когда безработица, когда разрушаются предприятия, надо бы сохранить свое место. А заработная плата уже стоит вопросом вторым или третьим. А условия труда, когда люди говорят, что просто хапнув какого-то свинца, люди погибают. Отказавшись просто лишь от того, что они вместо того, чтобы лечебное профилактическое питание получать, они получили 10 рублей, но они их не потратили на молоко, а потратили на какие-то другие нужды. Вот. О всем вот этом говорит эта проблема. Значит, опять же, к СООТу, если возвращаться, да, недостаточное присутствие и пассивные позиции людей по отношению к специальной оценке условий труда. Ну, ребят, ну это наши условия труда. Ну, никто вам их лучше не сделает, как мы сами этого не потребуем. В этом, опять же, надо разбираться. Значит, недавно прям буквально у меня вопрос об этом зашел. Я разговаривал с инженером охраны труда. А вы знаете, вот у вас полномочный должен быть. Я говорю, знаю. А вы знаете, на чьи средства этот полномочный должен получать, значит, свое... Ну, не обучаться, его должны вводить в курс дела и в министы. Я говорю, знаю. И я знаю, кто. Я говорю, вы, представитель работодателя. Это все по закону работодатель должен оплачивать. То есть, получается, я вот не просто так в перерыве сказал. Есть трудовой кодекс, не беря ни коллективных договоров, ничего. Он предусматривает те нормы, которых рабочие даже и не знают. Михаил Васильевич Попов постоянно говорит, ребят, ну это трудовой кодекс, для кого сделал, для трудового народа. Берите. Там ведь, кстати, не хоть, как бы мы там не ругали наш режим, но много все и подробно расписано. И чуть ли не в каждом пункте написано ссылка о коллективном договоре о соглашениях. Это о чем говорит? Отраслевые профсоюзы ведут трехстороннюю комиссию. Значит, это представитель ФНПР, представитель работодателя и третья сторона. Правительство. Да. И, значит, от правительства. Они вместе делают отраслевое соглашение, но почему-то на предприятиях даже не приводят в соответствии. У нас вот, я знаю, приводят, но есть масса предприятий, которые работают в отрасли и руководство этим пренебрегает. Даже те, вот, казалось бы, все там знают личину этого ФНПР, но даже там есть то зерно, которым можно пользоваться. Даже не доводя дело до коллективного договора. Просто обязан, я считаю, каждый рабочий знать свой принятый нами трудовой кодекс. Но не зная основы законодательства трудового, ну с кем мы будем бороться. Это просто будет тщетно. Потом дальше, вот я уже сказал, каждый глава трудового кодекса дает ссылку на отраслевые соглашения, на коллективные договора и на другие соглашения. Что это значит? Что эти нормы, которые заложены в законодательстве, которые поддерживаются федеральными законами, могут регламентироваться еще и на местах локальными нормативными актами. Ничего не стоит, как бы, ну, отдельный вопрос. Я имею в виду, ничего не стоит того, чтобы собраться этой комиссии, дойти, довести дело до коллективных переговоров. И, как Андрей сказал, мы равноправные стороны. Давайте себя требовать от них равноправия. Сели за стол, это не значит, что вас больше, нас меньше. Это значит, у вас есть позиция и у нас есть позиция. Давайте вашу и нашу позицию, обоюдно выгодную, закрепим в коллективном договоре или в каком-либо соглашении. Но это будет только тогда, когда, опять же, будет большинство, в чем большинство? Не в численности, а когда большинство будет осознавать и поддерживать вас. Потому что, как вот мы говорили, 50% плюс, да? Такого может быть и не быть никогда. Но есть же, опять же, доверенности, да? Есть и ФНПР-овские профсоюзы. А прежде чем вот есть профсоюз, у нас такая ситуация, у нас два профсоюза. И самое страшное и самое большое трудное дело не вынести это на работодателя все свои чаяния, а добиться единого мнения между двумя профсоюзами. Потому что тот профсоюз, он никогда, и все прекрасно понимают, не будет защищать ваши права и отстаивать их. У них и так все хорошо, у них все прекрасно, только нам. И я вот еще раз говорю, не надо нигде искать никакого спасителя, только своими силами. Только не сидя на стуле, не читая художественную литературу там в свободное время, не занимаясь там какими-то своими делами. Давайте заниматься и учиться заниматься общественными и именно управлением производством. Позволяет это законодательство, позволяет. А если оно нам позволяет, давайте это делать. Но вот эти вот самые азы, если мы не пройдем этих вот этапов, мы ничего не добьемся. Это вот просто надо как азбуку. Ребенка начинает читать с азбуки, он азбуку выучил, пошел слогами читать, слогами стал читать, начал воспроизводить все уже остальное. И это то же самое, та же азбука, только азбука рабочего движения. Вот. И получается как? Когда появляются такие люди, инициативные, уже грамотные. Да, сейчас заканчиваем. Уже грамотные. Казалось бы, что грамотные. Ошибок совершает, не совершает тот, кто ничего не делает. Но, когда уже есть какое-то понятие, как к этому идти, ты уже можешь организовать совершенно другую работу. И всегда у тебя найдется поддержка. И в коллективе, и как говорили товарищи, и доверие возникнет к руководителям профсоюзных организаций. Но, я еще раз говорю, это дело должно быть обязательно, чтобы под руководством рабочих. Если рабочие не смогут поставить вот такие свои жесткие позиции, и отдадут опять на откуп вот эти места, где они должны находиться, и они должны решать эти вопросы. Ну, ребят, ну о чем речь? Никто, кроме нас, как говорится, да? Вот. И, значит, что мы рекомендуем? Подытожив. Для рабочения профсоюзов целесообразно следующее. Добиваться, чтобы рабочие составляли большинство в составе выбранных профсоюзных органов, производственных предприятий и профсоюзных объединений. Это вот о чем я сейчас и говорил, да? Избирать председателей правкомов и профбюро рабочих, выполняющих профсоюзные функции в порядке совещания с работой у станка, предусмотрев в коллективном договоре выделение достаточного времени для профсоюзной деятельности с сохранением заработка. Вот еще забыл, хорошо вот начал перечислять, забыл о том, что бывает еще как. У нас это тоже пример был. ФНПРовский профсоюз освобождает работника полностью. Был слесарь у нас такой, его полностью освободили от работы, и все думали, вот сейчас он начнет. Сейчас он пойдет, он везде залезет, это такой проныр, заживем. Потом первое время, да, пошел, там заковырка, здесь заковырка, кричал, ребята, зарплату в разы, в Москву, в министерство, там все. Эта работа быстренько, его быстренько утихомирили, добились того, что работодатель стал ему приплачивать из своих средств. Соответственно, стал ручной карманный. Сидеть стал не на предприятии, а рядом с работодателем. На свое производство забыл уже, когда приходил. То есть связи с рабочими коллективом потерял полностью. Все, ну и что добились, вот вам рабочие, пожалуйста. А он стал представлять интерес совершенно нерабочих. Вот это тоже очень такой пример, на что мы, значит, постоянно тоже рекомендуем. Вот и пункт об этом говорит, то что, ну, время. А хорошо, если будет, как нам подсказывают консультанты, несколько сопредседателей. То есть делим мы неделю. Первую неделю я освобожден на два часа, занимаюсь общественной работой. Следующую неделю мой сопредседатель. Через неделю следующий сопредседатель. И тогда-то уж вы точно никак не оторветесь от коллектива. Тогда работа будет и планомерная, и плодотворная. Но на сегодняшний день мы этим похвалиться не можем. В теории, конечно, это все так звучит, но на практике выходит немножко иначе. Значит, третье. Внедрить и расширять практику избраний сопредседателей правкомов из рабочих поочередно, вот как я уже сказал, выполняющих функцию освобожденных председателей правкома на одну ставку освобожденного профсоюзного работника и остающего их по своему положению рабочим. Четвертое. Не реже одного раза в месяц проводить профсоюзные собрания в цехах на участках с отчетом выбранных профсоюзных органов. Это очень, как бы, важно для чего? О, собрали вы собрание, не оказал коллектив вам доверия. Сказали, парень, у тебя ничего не получилось, сядь-ка ты посиди, мы вот выберем другого. Но вот даже на сегодняшний момент, сколько конференций я проводил, говорю, ребят, если вы не верите, что это так, эта борьба такая тяжелая, или как-то это... Я говорю, давайте кто-нибудь попробуйте. На сегодняшний момент, ну, даже нет возможности переизбрать. И это тоже неправильно. То есть кто-то должен, вот это вот, она не может один человек, там, кто-то даже из-за каких-то личных качеств, вот у него раз не получилось, два не получилось, он замкнулся в себе, и он просто может уже такой оппортунистический режим работы впасть. Хотя и не предавать никого, ну и конкретных целей он тоже добиваться не будет. То есть вот эта взаимозаменяемость должна быть в коллективе. А для этого нужны, соответственно, единомышленники. Ну и последнее. Использовать сокращение рабочего времени, в том числе для изучения рабочей теории и практики профсоюзного строительства и коллективного договорного регулирования. Рабочий в профсоюзе, рабочий класс добьется сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Прошу заметить, вот не согласились со мной в начале заседания, а вопрос о 6-часовом и доведении до сокращения рабочего дня до 6 часов у нас проскальзывает в каждом вопросе. Не из проста, я еще раз скажу, не из проста это делается, потому что только освободив себя от работы хотя бы на 2 часа, мы будем начинать разносторонне развиваться. Но иначе времени больше не будет. Пришли с работы 6 часов, в 7 потемнело, поужинали, детей покормили, там с ними что-то уроки сделали, все время спать. Но некогда этим заниматься. Когда начнет это время высвобождаться, когда начнет в сознании рабочих появляться это, то, что, ну, ребят, мы кроме вас никто этого не сделаем, только тогда начнет с победы. Спасибо за внимание. Вопросы? Валентин Владимирович, вы очень четко описали типичный профсоюз на работе. У меня вот все то же самое. Начальник управления. Одна страна. И основные, что в моем постоянном состоянии, в автобусном парке, это кондуктора из автобусов Кагестана. Я вот еду в автобус, я с каждым кондуктором разговариваю о 8-6 часов на рабочем дне. Есть что-нибудь поэффективнее? Ну, что я могу сделать, например, до профсоюза довести? Надо сокращать рабочее время. Я вот разговариваю с каждым, и что это можно делать? Хотя бы, ну, понимал образование людей. Понимал разговоры. Наверное, это сложно. На сегодняшний момент, наверное, да. Почему, если, я вот говорю еще раз, если нет в коллективе единомыслия, вот вы, допустим, один это ведете, а только появится у вас единомышленник, и вы эту работу будете вести вдвоем, втроем, а ваше отсутствие появится, допустим, у вас вдвоем, втроем не будет, ваше отсутствие появятся еще эти люди. И вот только тогда этот комок начнет нарастать, и только тогда это пойдет. Ну, ну, никак иначе. Просто я сталкивался, бывало, с тем, что, понимая, вот, допустим, будут коллективные переговоры у нас с работодателем по заключению коллективного договора, да, по этому моменту, смотрю, у меня отпуск к этому времени подходит. Думаю, сейчас вот стоит мне уйти в отпуск, и никаких переговоров не будет. Все, примут. Хоть какой-то контроль, но, по крайней мере, я на сегодняшний день могу осуществлять. Не будет меня, ну, на данном этапе. Но вот эту ситуацию надо переломить. А, ну, да, надо работать. Как еще? Ну, значит, может быть, и я где-то не дорабатываю. Я же с себя не снимаю никакой ответственности. И тоже, и ко мне, бывает, приходят, вот, что же вы там допустили. И, главное, приходят и спрашивают, вот, что же вы допустили? Было вот там так, а сейчас-то вот так. Я говорю, так это не мы не допустили, это вы допустили, ребят. Вы бы, вот, когда мы там были, у руководителя, встали бы вот здесь у дверей бы. И что-нибудь топали, шумели, галдели. Потому что ни один представитель ФНПРовского профсоюза, сколько я их развал, когда начинаются спорные моменты в коллективе. Я говорю, вы что, вы мне не верите? Они мне начинают, вот, это не коллектив, это ты, это чисто твои, это... Почему ты не доверяешь? Вот всегда вопрос. Что-то, какое-то изменение, почему ты не доверяешь? Я говорю, а зачем вы меняете, если, как вы говорите, не ведет за собой никаких изменений? Просто переписываем одну бумагу в другую. То есть, зная в этой бумаге, где или запятая что-то не так, или какое-то слово добавила, которое твои права уже ущемило. Одно только слово. Может, одна только частица не может в коллективном договоре уже все перевернуть вверх ногами, да. Вот. И получается как? Так вот и получается, что вся ответственность ложится непосредственно на руководителя. Ну, вот я говорю, чтобы такой ситуации не было, в идеальном случае, вот это сопредседательство. Не было, да по разным причинам может быть его отсутствие. Вот к этому надо стремиться. Мы сейчас, конечно, до этого не доработали, но к этому надо стремиться. Да, ну, только так, никак иначе. У меня есть вопросы. У меня, как вы знаете, постоянный вопрос один и тот же. Как человека, рабочего, как до него донести, что это надо делать? Я понимаю, что он сам пока, как говорится, петух, жареный не клюнет в одно место, он не будет судиться. Действующий совет, как вот говорил товарищ Петров, приезжающий от докеров, да? Каждый, вот вы приехали в понедельник на свое рабочее место, собрали вокруг себя 3-5 человек. У вас же все равно, хоть какой-то коллектив есть, но вокруг вас, вы же все равно же не одни на предприятии. Рассказали. Постоянный контакт с коллективом. Вот даже, знаете, как говорится, ну, как бы, пусть это не совсем корректно и хорошо бы звучало, назови человека три раза козлом, на четвертый раз он же поверит, что он козел. И вот так же и здесь. И может бегать начнет. И то же самое и здесь. Вот, когда я появился в 11-м году здесь, для меня было доведение заработной платы до стоимости рабочей силы. Я вот сидел вот там, я думаю, что несуть чепуху какую-то. Какая заработная плата, я понимаю, что такое вот, как сегодня товарищ Федзин объяснял рабочую, стоимость рабочей силы. Я приехал, первый раз привез эту 230 тысяч на меня свой... Ты где был? Ты в какую секту попал? Люди спрашивают. Потом оказывается, это не то, что один человек должен зарабатывать вот эти средства, да, стоимость товарища. Это расчет на семью. На семью, да. Трое детей при нормальном демографическом росте. Мама, папа. То есть, другой вопрос. Ладно, не верите в это. Спросите, напишите письмо в Совет Федерации. Они-то обосновали 450 тысяч. Люди, которые производственной деятельностью не занимаются совершенно. То есть, они могут существовать на эти средства? А ты, значит, не можешь? А чем ты отличаешься? Или вот, как сегодня человек говорил, как вот эту разницу? Ну вот мы идем в столовую. Почему? Столовая одна у всех, грубо говоря, на предприятии. Почему рабочий себе позволяет на свой заработок взять только одну похлебку, а руководитель его идет в ту же столовую и возьмет и первый, и второй, и компот? Ну ты-то чем хуже его. И ты тоже себе позволяет выбрать. Вот поэтому, ну как, только так, пока только вот разъяснениями. Ну как мы, мы же не, сами же говорим, ни животные, ни скот, никуда ты никого насильно не приведешь. Только разъяснять, на сегодняшний момент только разъяснять. Когда уже единомышленников становится больше, там уже и другие вопросы, и другие, и как бы это, и другая работа появится. Но пока вот нет того, кто тебя поддерживает, пока нет тех людей, с которыми можно хотя бы вот это. Начинается же все как? Вот даже взять историю. Кружок собрался. Что такое кружок? Ну это ведь небольшая численность. Это круг, ну сначала, заинтересовавшихся людей. У них могут быть разногласия по разным поводам, но в чем-то одном и профсоюз-то. Они все разные. Они могут разных политических взглядов быть. Но профсоюз это не партия для начала, да? Это профсоюз. По профсоюзному принципу. И я уже даже вот у себя поделюсь, кстати, с вами. Вот еду сегодня в автобусе сюда и думаю, почему у меня в некотором роде не получается. У нас два основных цеха, турбинные и котельные, которые выпадают. То есть они даже не представляют правком предприятия людей. Хотя есть члены профсоюза в этих цехах. А я уже такую наметку думаю. Ребят, а вы создаете у себя свою ППО в цехе? У вас будет такая цеховая организация. Если вы не доверяете мне, если вы думаете, что на меня влияет как-то руководство, или я там, допустим, из профсоюзной кассы могу что-то унести. Ну, нет доверия. Ну, к примеру. Создайте вы свою маленькую организацию. Объединитесь еще с какой-то. Там в турбинном цехе создайте свою. У вас уже будет свой лидер, который... Я просто физически же не смогу там, допустим, с одного цеха бежать в другой цех. Говорит, ребята, а у меня работы совершенно разные. То есть я даже по профессиональному признаку не смогу их чаяния эти защитить, которые у них есть. А мы, получается, объединяем несколько цехов. Вот, пожалуйста, в своем цехе не надо все предприятие брать. Свой отдельный цех, потом другой свой цех. Потом вот эти вот маленькие ячеечки, они уже образуют цепь. Эти звенья образуют цепь. И идут к работодателю. Только с одним требованием. По разным другим вопросам у них совершенные разногласия могут быть. А, допустим, вот сколько мы перечислили. По шести часовому рабочему дню они могут найти все точки соприкосновения. По заработной плате наверняка. Но уж этот вопрос, я думаю, он никого не отделяет. Уж за заработную плату, как говорят, за любой кипиш, кроме голодовки. Потому что это... Вот так. Только так. Ну а как еще иначе? Я вот, я вижу на сегодняшний день только так. Потому что, ну, пока никак по-другому. Только так. Только ждать. А что ждать? Сидеть, ждать, мы не выждем ничего. Мы даже яйца, курица она хоть сидит, она яйцо снесет. А мы яйцо не снесем. Мы доносим, доносим, и пока в людях это отзывается. Есть еще вопросы? Да, да. Ну, я по поводу своего предприятия и салюта. Замкнутый круг. Вот я продолжаю тему вот этого товарища, который говорил, как же, с чего начинать. У меня ситуация не забыла еще. Хуже вот, чем. Дело в том, что наш профсоюз, заводской профсоюз, по сравнению с теми годами, в семнадцатом году, значит, у нас прошел прогресс. Какой прогресс? Если до семнадцатого года нам на лекарство выдавалось одна тысяча рублей, то семнадцатый год у нас стали выдавать две тысячи рублей. В семнадцатом году... Поздоровели, здорово. В семнадцатом году уже, может быть, действительно это предвыборное, как-то повлияло, период предвыборный или там что-то, я в этом, конечно, не разобралась, но что я хочу сказать. У нас выросло число путевок. Если раньше фуредники, ну, как обычно, бесплатно, а члены профсоюза за девятнадцать процентов ездили, то сейчас члены профсоюза за шестнадцать процентов могут поехать, и даже принялись путевки для тех, кто мне в профсоюзе более десяти лет, более пятнадцати лет работал. Ну, как в виде поощрения. Ну, это корпоративное, да? Теперь, что у нас получилось? Среди тех, которые, я говорила, пришли с других предприятий, они все вступили в профсоюз. Бублик, так, расширился, а мне это дырка от Бублика. Почему? Потому что свой цифр профсоюз я не могу создать. Они уже вступили в тот, я им начинаю говорить, что я им пытаюсь доказать, что я должна найти этот коллективный договор и посмотреть, что там нам еще положено. Это бесполезно. Да какой там коллективный договор? Нет, я вам все-таки, вот как раз это непосредственно к вопросу. Я вот как раз бы вам и порекомендовал орабочить тот профсоюз, который, но не предвидится возможно вам создать свой профсоюз. Но попробуйте поработать в том профсоюзе. И не факт, что от вас там отвернутся, и не факт, что вы там не найдете кого-то. Что действительно люди, ну, понятно, вот вы говорите большинство путевок, а вы действительно уверены, что кому эти путевки достанутся? А я могу перечислить. Вот. А находясь уже даже в том профсоюзе, который занимается дележом этих путевок, вы сможете осуществить контроль за этими путевками. И вы скажете, что тот-то, тот-то, тот-то ездит постоянно, нарушает тот-то, тот-то. Вы будете уже контролировать его деятельность. Будя его членом, вы будете контролировать его деятельность. И вам уже гораздо легче будет эти вопросы решать. Не надо отталкиваться от этого профсоюза, как черт от Ладана. То, что вот он там такой секой, да сколько угодно. Троцкий тоже участвовал, был революционером, а как он себя потом повел? Следующий вопрос, как мне туда попасть? Как написать заявление? В профсоюзе? Да. Я уже в профсоюзе. Как вы в профсоюзе? Я же в том профсоюзе, я просто говорю о том, что я хотела создать свой рабочий профсоюз. Но я-то в том-то состою. Но коллективный договор, я до сих пор в глаза не видела. Я уже день, я 12 лет на предприятии работаю, я в глаза не изоговор. Это у вас очень запущенная ситуация. Вот в чем дело. Но вы же не одна, наверное, хотите его увидеть? Есть еще люди, которые хотят... Вы знаете, я им говорю, что надо увидеть вот этот договор, а они зачем он нам? Нам что, не дают деньги на лекарства? Нам что, путевки не дают? Вот как с ними разговаривать? А я одна добиваюсь. Нет, если вы, тем более, состоите и являетесь членом, сделайте официальный запрос как член профсоюза. Сначала запросите у профоргов, и это делаете не так, подойдете? Дайте мне, пожалуйста. Написали бумагу. Следующая бумага. Ну, как бы это бюрократически не выглядело, но надо делать так. Сделали официальный запрос сначала руководству профсоюза. Они вам отказали. Вы от них бумагу с отказом получили. Следующие по инстанции пошли. Написали в следующий. Кто там над этим профсоюзом, ну там, по иерархической лестнице. Им написали. И дальше, и дальше. А потом эти двое не ответили. Работодатель. Опять же, вы как член профсоюза, не у профсоюза можете спрашивать. Работодателю сделать запрос. Это же коллективный договор между работниками и членами профсоюза. И не только же. Он же распространяется. У нас, кстати, тоже была у ФНП-профсоюза попытка в НИЭФе сделать такую штуку мерзопакостную, чтобы их незаключенный коллективный договор распространялся только на членов профсоюза. Но не может быть такого. А что такое тогда профсоюз? В профсоюзе что написано в обязанностях профсоюза? Вы обязаны защищать не только членов профсоюза, но и всех работников. Извините, а другие тогда? Уже как представитель профсоюза вы уже можете подумать, какую помощь оказать. Но вы ее обязаны оказать. По крайней мере, что-то разъяснять. Это ваша гражданская обязанность. Это должно быть. И я считаю, вот если все эти запросы отправите, соответственно, потом получить на них, если письменный отказ, ну дальше идти. То есть вся эта процедура прописана также в Трудовом кодексе. Я вам сейчас объясню, вы меня перебили. С 11 года мы пишем, не одна я, а вот наша ячейка, вот как бы, да. С 11 года мы просим, пишем, ответов нет, единственный ответ у председателя. У нас вся беда в том, чтобы дойти до председателя, правкома, нам нужно выходить за территорию завода. Мы не можем... Это действительно беда, когда председатель где-то там, а он может на Канарах уже живет. Это профсоюз где-то. Это целиком профсоюз. У нас нужно выйти за территорию завода. И вот в этом ДК у нас находится профсоюз. Выходим то на совещание, то где-то еще, и не можем поймать. Вот с 11 года мы письменно просим, и ответа нет. И договора мы не увидели. А договор, как нам говорят, да, 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 да. Потому что он вот у него. А его сейчас, на данный момент, нет на месте. Ну, это уже, это уже нарушение трудовых прав, конечно. Но вот я вам рекомендую, как никому, начать вот именно о рабочине, именно вот вашего профсоюза. Если тем более он ведет такую политику антирабочую. Ну, надо что-то менять. Я же к вам не смогу приехать из... Я опять начну с того же, сколько идут заседания Российского комитета, столько вопросов о том, как обслуждаются. Причем с самых разных позиций. Значит, ну давай по порядку. Орабачивание профсоюза того, который существует. Вообще говоря, достаточно простая вещь. Я бы вот рекомендовал, потому что у нас был тоже ФСБ Русский профсоюз, никакого другого профсоюза. Ну, так получилось, защитой у нас один товарищ начал заниматься, вот, ну и потом ему пришлось уйти с завода в силу личных обстоятельств. Вот, и, ну, как-то замерло это дело. Значит, работать надо в том профсоюзе, который есть. Что такое ФСБ 1991-1994 года? Это правком. Собираются правком, садятся и говорят, чего будем сегодня делить. Я говорю, Левену, погодите, делите. Давайте, вот у нас есть проблема вот это, это, это. Вот давайте этим заниматься. Михаилыч, ты все время лезешь с какими-то дурацкими вопросами. Квартир есть? Квартир нет, не деля. Путевки есть? Путевок нет, не делим. Какие-нибудь там лишние деньги появились? Какие лишние деньги, денег в принципе нет? Ну, что, разошлись? Все. Вот это ФНПРовский профсоюз. Они всю жизнь занимали чем? Делили. Путевки, квартиры, машины, ну и так далее по списку. И, в общем-то, достаточно сложно было повернуть людей на то, чтобы они занимались вопросами коллектива. Значит, какие шаги? Первое, значит, вот выбирать так, как выбирали профсоюзный комитет, ничего не получится, не добьешься. Значит, ввели в положение, значит, от первичной профсоюзной организации прямое делегирование состава профсоюзного комитета от первичных организаций. То есть, от цехов, от инженерных служб, причем так, цеха это, так сказать, имеет представительство там один человек от цеха, инженерные службы, отдел главного конструктора, главного технолога одного человека, экономические службы одного человека. То есть, вот эти нормы расставили, люди прямым делегированием отправляют в механические цеха, значит, 4 человека, сборочно-монтажные 5 человек, ну и так далее. Что получилось в результате? В результате в составе правкома появилось 4 рабочих, 4 всего. И, тем не менее, 4 рабочих уже серьезное влияние. Дальше, с подсказки Михаила Васильевича Попова, рабочая фракция. Вот, значит, 4 человека рабочих, а вот рабочая фракция. И без нашего решения, чтобы, без нашего согласия никакого решения, правкома, так сказать, не принималось. Вот, вот тут было, вот тут зубы лязгали, тут чего только не было. Вот, тем не менее, а куда деваться-то? Вообще, предлагается решение, все рабочие против. Пишите в протокол, а вот вы пришли против. А вы против, потому что это устраивает, вот, 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 вот. Ну, давайте договоримся, давайте, пишите в протокол. Все, казалось бы, меньшинство, меньшинство, не можем мы, нет у нас никаких правов. Все у нас есть, все у нас есть, право упереться есть у всех. Значит, следующий момент. Идем наиболее непримиримых, убираем из состава профсоюзного комитета. Как приходим, там, в службу. Вы говорите, ребята, у вас член правкома-то, что делать? Вот, разбирался вопрос, вот позиция, разбирался вопрос, вот позиция. Вы подумайте, а что мы сделаем? Прямое делегирование. Одного оказывали, все отношение изменилось сразу. Вот таким образом, медленно, рабочего не шло. До конца, конечно, мы не победили, не успели. Тем не менее, значит, рабочая позиция доминирующей, в определенной мере, стала профсоюзной организацией. Значит, вот важный момент. Я говорю, ну, это опыт, что первое, профсоюзная организация, ФНТ, Эрнская, добейтесь положения, чтобы, значит, избирался профсоюзный комитет при его делегировании. Цех направляет к своего человека. Преимущество какое, направил, он же отозвал, ну, ты иди сюда, в станку, он пойдет другой. Так, это один момент. Другой момент. Для членов профсоюзного комитета, для всех, грубо скажем, два часа в неделю на профсоюзную работу с оплатой по среднему заработку, чтобы люди могли ходить по цехам, могли работать, могли вводить позиции, там и так, и так, и так. Но это было время. Нет у нас пока шести часов рабочего дня, чтобы было время на это. Поэтому ничего страшного. Два часа в неделю с одного человека, с цеха, ну, тогда цеха были большие. Ну, тем не менее, меньше, конечно, гораздо, чем в 90-м году. Вот. Вопрос вполне решаемый, кстати, сказать. И вот тут вот у нас и с администрацией-то, в общем-то, тренинг их не... Ну, да, ради бога, в 20-м неделю, 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 в 20-м неделю. Живи, говорить не о чем. Вот такое вот отношение было. Значит, так, еще какой, еще какой-то важный момент. В результате, в результате мы все-таки, ну, во-первых, организовали коллектив и профсоюзный комитет, как угодно, тут никак не обойдешь, без него ничего не сделаешь. В забастовке мы провели полностью коллективный трудовой спор, все дела, все сделали, и про забастовки у нас, стало говоря, забастовка была непрерывная, приостанавливаем, возобновляем. Есть такая методика. Вот это самый мощный рычаг. На что я хотел бы обратить внимание. Вот здесь вот вопрос о создании новых профсоюзных организаций. Новая профсоюзная организация, я говорю, здесь уже у нас обсуждался этот вопрос, и по этому поводу решения были, все было. Значит, что с моей точки зрения важно, когда организуешь новый профсоюз, новую профсоюзную организацию. Организовалку профсоюзную организацию, не спеши топать ногами и стучать себе в грудь перед администрацией. Не спеши. Сначала заявись в коллективе. А для того, чтобы заявиться в коллективе, надо создать свой трудовой, этот коллективный договор. Вот есть проект коллективного договора. Вот также разговор о заведении заработной платы, достойности рабочей силы. Сосчитай для себя, чтобы люди прийти и сказали, вот для нас, для нашего завода, вот это вот годится. А чтобы никак на Азоте посчитали. Один ребенок, спрашивай председателя правкового, почему один? Он говорит, а у меня один. У нее один, поэтому посчитать надо стоимость рабочей силы при одном ребенке. Нельзя так делать. Надо делать все-таки по-человечески это. И здесь тоже сделайте проект в коллективном договоре. Владимир Михайлович. Дело трудное. Все, заканчивай. Дело трудное, но необходимое. Вот когда сделал проект, заявил в коллективе, людям, люди сказали, ого, иди борись. Если сказали, о-о, пиши новый. Все, спасибо. Вопросы еще? Коротин был давно. В общем, так же нельзя было как-то обозначить и подобраться к профсоюзу или что-то. Колдогра у меня лично на руках не было. Он находится всегда не у нас, а в администрации. В общем-то, это руководство. И был в момент такой, вентиляция не работала. Набрал еще, там еще лет вопросов. Собираю в собрание. Участка. Участок небольшой. Пишу. Не выполняется коллективный договор по охране труда. Не работает вентиляция. Не выполняется по пункту таком-то. Не беспечится там защитными средствами. Включаю в решение. Собрание принимает решение признать выполнение коллективного добра неудовлетворительным. Решение протокола в двух экземплярах. Отправляю в конце рабочей смены. Они начат в поле работы. Привлекаю к секретарю правкома. Регистрирую. Встречаю себе. Секретарю генерала встречаю себе. Ухожу. На другой день. В девятом часу. Подходит. Порог группорк. Бывший. Сейчас уже. Говорит Константин Александрович. Они работают. Я в станках. Я кто? Винтерничество и угонщики. На крыше уже. Да пусть работают. Так я узнал, что есть правком. И как работает коллективный договор. Ход его выполнения. Если у вас есть такие проблемы. Напишите протокол, что не выполняете пункт коллективного договора. Или охрана труда не выполняется. Пришли к секретарю. Встречайте. Возвращайте. Уходите. У вас есть документы. Ответы на решение вашего собаку должны быть у вас на руках. Встречайте. А дальше процесс пошел. Все. Денис Борисович. Санкт-Петербург. Госпитал ветеранов воин-врачной медицинской птицы. Следующее отделение. Ну, во-первых, два момента. Как мы знаем, по закону, коллективный договор заключается на срок до трех лет. То есть, если говорить об одиннадцатом году, то с этого времени два раза уже должна была пройти конференция профсоюза и договор перезаключиться. Поэтому очень так странно это звучит, что вы не видели договора, хотя два раза он должен был уже перезаключен. Это раз. Второе, значит, ну, как вариант, можно заслать казачка. Потому что каждый вновь устраивающийся на работу человек знакомится с коллективным договором. Он знакомится в отделе кадров с ним. Приходит и знакомится. Значит, если вам в отделе кадров не дают по каким-то причинам, ну, попросите кого-то, так сказать, подойти и ознакомиться. Потому что это не тот документ, который представляет государственную или коммерческую тайну. Никакой там тайны нет. Секрет Полишинеля. Поэтому очень странно все это звучит. Это первое. И второе, конечно, то, что мы обсуждали по существу вопроса, мы видим, что действительно рабочий остается рабочим, пока он работает непосредственно на производстве. Как только он отрывается от производства, становится освобожденным профсоюзным лидером, это, в принципе, и не только рабочий. Любой, так сказать, работник, как только он начинает получать деньги за выполнение общественной функции, у него появляются совершенно другие интересы. Но и, как показывает практика, здесь два пути. Первое – это полуосвобожденные. Работодатель всегда сопротивляется очень введению полуосвобожденных работников, потому что, конечно, он не может тогда его контролировать. Профсоюзных. И второй путь, так сказать, это путь идеологический. Для того, чтобы человек не отрывался от коллектива и соблюдал интересы, защищал интересы своих товарищей, он должен иметь какие-то убеждения. Значит, он должен быть кем? Он должен быть членом партии рабочего класса. Соответственно, для того, чтобы рабочение профсоюзов, здесь не только, речь не идет о механическом введении просто рабочих по должности, а введении в правком людей, которые будут защищать интересы рабочего класса. Вот это самое главное. Спасибо. Первое. Меня очень удивило, что член профсоюза не может получить свой гул договор. Это что, секретный документ, что ли? Когда мне надо было получить его, я пришел к своему председателю цехового союзного комитета. Первое. Я хотел выступить по этому вопросу, по вопросу по союзам, но товарищ Кальвит, он все очень правильно сказал. Дело в том, что то, что рассказал он, происходило в принципе на любом предприятии. На любом предприятии был правком, который был таким отделом администрации, которая защищала не интересы рабочих, а либо свои интересы, либо интересы администрации. Ну, наступили вот эти вот 90-е годы, что надо было делать? Вот выбрали, знающие люди выбрали такой путь, значит, создавать альтернативный. Рабочий профсоюз, рабочий профсоюз, коренное отличие рабочего профсоюза, от обычного профсоюза, что туда не входит начальник. То есть и рабочий, и начальник не входит в один профсоюз, рабочие сами работают в этом профсоюзе. Этот профсоюз, я знаю, что вот на Росиле у нас, на Ленинградском металлическом заводе, где я работал, просуществовал, в общем-то, недолго, но работал он активно, довольно. Вот говорят, что тут несколько раз по суду нам удавалось отстаивать интересы рабочих. Рабочих мы не давали людей сокращать, не давали людей увольнять. Но, к сожалению, буржуазия, она учится быстрее рабочего класса, и они очень быстро стали, значит, очень быстро научились, нашли противоядие против нас. Если раньше суды поступали, в общем-то, по закону, то теперь человек, уволенный, вот сейчас вот, уволенный начальством, его уже по суду практически, таких случаев уже нет, его уже нельзя восстановить. То есть если они как-то так еще более-менее лояльны были раньше, то... Вот, теперь, ну, вот этот профсоюз защиты, на электросиле, я знаю, что несколько лидеров их уволили, уволили, значит, их просто выдавили оттуда. Эти люди подали в суд, ну, когда я пришел с уведомлением о том, что они подали в суд к генеральному директору, генеральный директор тут же отдал приказ, вы уволите меня, но это было сделать очень сложно. Они долго меня увольняли, что они только мне не предлагали, там, в общем-то, и работу хорошую, и ты только уйди, там, и деньги предлагали, ну, в конце концов, все-таки добились своего, но это было очень долго. Самое... я с сожалением оттуда уходил, потому что я знал, что вот, когда я разговаривал с людьми, люди-то меня слушали. То есть вот сначала, когда им начинаешь говорить о том, что вот, нужно профсоюзов, нужно бороться, люди, в общем-то, очень скептически относятся к этому. А потом, а, самым умным хочешь оказаться, значит. Вот, а потом, ну, люди прислушиваются. Значит, вот попал я в новую контору, контора очень маленькая, в ней работает всего человек 12, включая генерального директора, выпускаемые турбинные лопатки. Стоят у нас несколько суперсовременных японских станков, и стоят вот старые советские станки, которые можно ремонтировать до бесконечности, и они все равно будут работать и давать точность нужную. Вот. Вот. Естественно, на советских станках работают люди моего возраста, а на суперсовременных молодые ребята после института работают, и вот с ними очень трудно найти общий язык. Очень трудно найти общий язык, потому что они все, ну, не поймут, что он хочет. Если у стариков там еще вместо головы телевизор, то у молодых у них... Компьютер. Да. Компьютер. Вот они только сидят и смотрят вот эти компьютеры. Вот. Но тем не менее, вот с чего начать? Вода камень точит. Когда вот с ними разговариваешь... Вот я могу привести пример. Вот с ними разговариваешь, разговариваешь. Я в курилке повесил календарь. Календарь, значит, посвященный столетию октября. Ну, люди так смотрели. Это за прошлый год. А в этом году, в общем, 18-й год наступил, они спрашивают, слушай, а где этот календарь? Ну, надо, я снял. Ты повесь нам такой же. То есть им уже не нужно там с какими-то там... С вывертым, а им нужно вот с Лениным, со Сталиным. Понимаете? Вот это я никак не ожидал. Ну, тоже я, естественно, побежал к себе в офис и повесил... К нам туда, на Ощаковскую. И повесил... Люди были очень доводны. То есть постепенно, постепенно люди левеют. И, в общем-то, уже кое с кем уже можно разговаривать. Кто-то более, так сказать, сознательно к этому относится. Кто-то до сих пор не слушает. То есть, в общем-то, когда начинаешь эту работу, надо быть готовым, что тебя будут бить палками. Ну, что делать? Надо же когда-то начинать. Насмерть не заметно. Кстати, кстати, и выборы, которые прошли, они показали. Ты за кого будешь голосовать? Я буду за этого, а ты за этого. А я вот за этого, которого вы выдвигаете. Вот так вот. Так что, в общем-то, профсоюзы, конечно, нужно создавать. И это должны быть, прежде всего, рабочие и профсоюзы. Не те профсоюзы, куда входят и хозяин, то есть, начальник и рабочий. А именно рабочие. Потому что рабочие – это страшная сила. Я в этом убедился еще в 90-е годы. Когда мы собрались, пришли к генеральному директору и вышвырнули его из кресла. В буквальном смысле. В буквальном смысле. Наделали много шума, ну, теперь вот, вы знаете, что, тут было совершенно правильно сказано, что, в общем-то, большие предприятия дробят, делают все меньше, 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 чтобы вот они, у них работали, как в моей конторе, по 12 человек, чтобы они были такие разобщенные. Им это очень, так сказать, хорошо удается. Вот, и сделать это вот 7 минут, так все. Ну, в принципе, я уже хотел сказать. Нормально. Спасибо. Дорогой, Зол Владимирович. Зол Владимирович, научный консультант Российского комитета рабочих. Товарищ, прекрасный доклад, прекрасное выступление по делу. Ну, вот, я, Владимир Алексеевич, хотел бы все-таки не то, что с ним спорить, хотел бы чуть-чуть еще разочек уточнить. Что же мы все-таки понимаем под рабочими? Потому что, если говорим рабочие профсоюзы, что понимается? Там, где большинство рабочих? Да у нас таких рабочих профсоюзов на производстве, на производственных предприятиях. Потому что они скукорны с производственными предприятиями. Там большинство рабочих в этих профсоюзах. В этом смысле рабочего здесь не надо. Они и так рабочие. Значит, и поэтому просто убрать из профсоюза руководящих работников и инженеров, это все равно, наверное, это еще недостаточно для того, чтобы была рабочая профсоюза. Почему? Потому что если мы, вот о чем здесь говорил Владимир Владимирович, если мы допускаем такую ситуацию, что в правкоме заправляют из рабочих, но бывшие рабочие, ну вот тут все очень быстро происходит. Мы же такие профсоюзы видели, скажем, вот прекрасный пример профсоюза докеров. Да, там в целом по организации большинство не докеров, но вот они очень хитро сделали комбинацию, когда, значит, взяли контрольный пакет акций, потому что все понимали, что это сила определяется здесь нечистностью, а правильно говорили, местом в системе этого производства. И, конечно, докеры все решали, хотя бы было и меньшинство. Все же прекрасно понимают, что если докеры остановят работу, тогда пур стал, хотя бы большинство все были на своих местах, да? Поэтому здесь не все силы решаются, и поэтому даже меньшинство рабочим может быть в общей численности профсоюза организации, а профсоюз будет рабочим, если будет проводить интересы вот этого меньшинства, но решающего меньшинства. А вот вся эта проблема в том, чтобы в профсоюзных комитетах было большинство рабочих. И на освобожденных ставках не только из рабочих были, а вот тогда надо делить, потому что как только человек из рабочих работает на освобожденной ставку некоторое время, он рабочим быть перестает. И это вечное противоречие в самом рабочем профсоюзе и самых лучших товарищей. Выбираем, но как только он перестает быть рабочим, тогда весь рабочий характер профсоюза остается под сомнением. Вот давайте на это вращать внимание, потому что раньше нам казалось достаточно, чтобы в профсоюзе не было представителей работодателя. Ну нет у нас в профсоюзе работодателя. А что толку? Вот наш товарищ, бывший товарищ, переставший быть рабочим, он переходит на сторону работодателя. Мы и у докеров это видели. Там такие были измены. Да сплошь измены были. Из рабочих выходили. И не только Моисеенко. Перед ним был тоже то же самое. Был из рабочих, председатель портового комитета, потом бац, улетел, глядишь, уже работает в администрации по уничтожению профсоюзной организации ПВП противодействия. Поэтому вот в чем сложность проблемы. Ну а на что опереться, уважаемые товарищи? А ведь дальше проблема-то в чем пойдет? Ну хорошо, есть объединение Федерации профсоюзов России. Это вот какой интересный профсоюз, рабочий или не рабочий? Ну там защита есть. Защита рабочий профсоюз? Защита рабочий профсоюз. Так по идее, если бы защита определяла политику Федерации профсоюзов России, вот он тогда это объединение, которое, несмотря на то, что включает не только рабочие, тем не менее рабочие профсоюзы, да и, так сказать, но что тогда надо было сделать? Надо было, чтобы в руководстве были рабочие тоже. Вот я чего-то не знаю, что в наших самых лучших рабочих профсоюзах на уровне российского органа было большинство рабочих. Не знаю. В защите я вот вспоминаю, никак не могу вспомнить. А там вообще рабочие были в руководстве? Были. Кто? Один. Нет, не один. Я сейчас не шумаю с лапшиной из Воркуты. Этого не знаю, он сколько был рабочим, последний год был рабочим. То есть давайте достраивать эту картину. Мне не хочется просто фамилию назвать. Хорошо. Он за 8 интересный. Хорошо. Но они были в меньшинстве, это точно. Не определяли работу этого руководящего органа. Может от этого и защита многое потеряла, между прочим. От того, что на самом верху их представляли опять нерабочие. То есть не довели работу по рабочине до самого верха профсоюза. Ну а на что-то можем переться? Вот я вспомнил. А что, товарищи, вот теперь-то мы, где вы находитесь? Вы находитесь на российском комитете рабочих, где вот эти вот решающие места сидят у рабочих. Они голосуют. Мы тут, конечно, помогаем, выходим и так далее. Но как-то уже там сзади. То есть мы добились того, что в России появился орган рабоченный. Вот вы и представляете его. Это прообраз. Хотите ли профсоюзного объединения его руководства? Хотите ли, значит, руководящего органа советов? Вам нравится здесь работать? Нравится. Так а что вам мешает, когда приехали по этому опыту, что-то сделать на местах? Ну, естественно, приимившись к вашим условиям. Чего уж такого невероятного и сложного? Да мы только так и работаем на протяжении 25 лет, как вам сегодня, Владимир Михайлович, напомнил. И что вы думаете, у нас это вот рабочее не так просто проходило? Это никаких проблем. Так к нам постоянно приходят. И вот так сегодня обсуждали вопрос. Так рабочий человек или не рабочий? Самый хороший товарищ у нас, вот самый хороший. Она вот очень все правильно понимает. Она вопросы дает, но на самом деле она так и делает. Но человек вот по научному понятию не рабочий. И вообще рабочий, по понятию, по пониманию лидерского, это кто такой человек? Это который человек 10 лет поработал в обстановке крупной машинной индустрии без всяких посторонних соображений. То есть рабочий это такое высокое слово-то. Да? Поэтому действительно мы должны быть очень взыскательны, определяя, кто у нас в лидерах, кто у нас в составе правкома. Но я хочу сказать, что вот после опыта четверть века успешной работы, она точно успешная. Потому что, значит, сюда ехать, жертвовать временем и так далее. И тем не менее люди это тянутся. Наверное, в этом же есть огромный здоровый начал. Ну, теперь давайте вот птиражировать на места. Так есть есть на что опереться. И желаем вам вот успеха. А мы поможем. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то хочет сказать? Сложно. Сложно после консультантов. Что-то добавлять очень. Предлагается заслушать проект постановления по данному вопросу. В последующем принятием заслушать. Постановление Российского комитета рабочих. Проблема о рабочении профсоюзов. Российский комитет рабочих констатирует необходимость включения все более широкого круга рабочих в выполнение всех функций управления профсоюзными организациями, производственных предприятий и профсоюзными объединениями. Рабочение профсоюзов. Именно рабочие по своему положению наиболее заинтересованы в улучшении условий труда, сокращении рабочего дня до 6 часов и повышении заработной платы. Именно для них привычны организованные коллективные действия. Поэтому о рабочении профсоюзов обязательные условия успешной борьбы за права и интересы рабочих и других наемных работников. Для рабочения профсоюзов целесообразно следующее. Первое. Добиваться, чтобы рабочие составляли большинство в составе выборных профсоюзных органов, производственных предприятий и профсоюзных объединений. Второе. Избирать председателями правкомов и профбюро рабочих, выполняющих профсоюзные функции в порядке совмещения с работой у станка, предусмотрев в коллективном договоре выделение достаточного времени для профсоюзной деятельности с сохранением среднего заработка. Третье. Внедрить и расширять практику избрания сопредседателей правкомов из рабочих, поочередно выполняющих функции освобожденных председателей правкома на одну ставку освобожденного профсоюзного работника и остающихся по своему положению и рабочими. Четвертое. Не реже одного раза в месяц проводить профсоюзные собрания в цехах и на участках с отчетом выбранных профсоюзных органов. Пятое. Использовать сокращение рабочего времени, в том числе для изучения рабочими теории и практики профсоюзного строительства и коллективного договорного регулирования. Рабочих профсоюзы, рабочий класс добьется сокращения рабочего дня до шести часов без понижения заработной платы. Вот такой проект постановления. Есть предложение принять за основу. Прошу голосовать кто за. Против воздержавшихся единогласных. Спасибо всем за сегодняшнюю работу. 18.00 мы приостанавливаем. Возобновляем работу, уважаемые товарищи. Завтра в 9.00. Да? В 9? Правильно? Да. В 9.00 здесь же. Значит, правки по проектам постановлений в редакционную комиссию. Какой номер? Ну да. 430 номер. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ